Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Не думал я сегодня делать видосик, но на ваши комментарии и упоминания, кое-чего я тут прокомментирую и упомянусь. Вот как раз новый мир на мой видосик чисткой печени, как я делал, сейчас я еще кое-что объясню. В виде отвратительного качества информации. Ну ладно, приходится самому додумываться, искать информацию, искать информацию, анализировать уже на свой страх и риск проводить процедуру. Вот тут-то я вам, так сказать, я и зацепил этот новый мир, так сказать, за все, что там у него имеется. Хотя, хотя, смотрите, я поинтересовался, а что же это там за новый мир? Пишет о себе, о канале. Дорогие друзья, журналист по профессии и призванию. Я с увлечением работаю над созданием видео в разных жанрах. Ну, если так меня сказать, я тут столько видосов понаделал в разных жанрах и разного качества. Надеюсь, мои работы доставят вам истинное наслаждение в самые разные минуты вашей многообразной жизни. Здесь вы найдете мои репортажи из Ирландии, Дублина. Я рад за новый мир, что у него есть такая возможность ездить. У меня лично такой возможности, увы, нету. Так, и самые разные мелодии со звуками природы, которые окружают нас повсеместно, а также медитации, аффирмации для мужчин и женщин. И вот самое главное, от всей души шлю вам свет, любовь и тепло, дорогие друзья. Если мы продолжим читать этот комментарий, то... Далее. Для чего снимать подобные видео, если не умеете подавать информацию, как нужно для людей? Очень негативное ощущение. И вот, смотрите. От всей души шлю вам свет, любовь и тепло, дорогие друзья. Оказывается, увы, не все мы друзья этому новому миру. Ну, что важно здесь отметить. Смотрите. Анализирует уже на свой страх и риск проводить процедуру. Оказывается. Это всех касается. Мы с вами все разные. У нас есть, знаете, как у автомобиля, грубо говоря, внутреннего сгорания, есть нечто общее. Но изнашивается этот автомобиль, каждый по-своему. У одного что-то больше, у другого что-то больше и так далее. Поэтому, что касается вот этой процедуры и на свой страх и риск, а кто этот самый за вас будет отвечать? Я как-то уже рассказывал, как это все у меня начиналось. Я прочитал, где было просто написано. Пьете оливковое масло, запиваете, значит, лимонным соком, грелку там приложили и ждете. Что, что, как, смазь пойдет, что там дальше будет. Все, на этом все это заканчивалось. Так вот, у каждого человека свой запас жизненных сил. Одни вот такую чистку с маслом могут выдержать. И все нормально у них будет. У других могут быть осложнения. Это ваш страх и риск. Вообще, это ваша жизнь. Вы за нее ответственны перед самим собой, для того, чтобы реализоваться, чтобы вы тут могли съездить в Дублин, записать разные мелодии и прочее, прочее, прочее. Сделать и для себя полезное, и для других полезное. Но ответственности с вас никто не снимал. И даже если вам говорят, что мы гарантируем вам, гарантируем там, любой там человек, а потом получается, что что-то совсем другое. Ну, вы доверились вот этим гарантиям. И получили то, что получили. Поэтому, поэтому я вам все рассказываю. Изучайте свой организм, физиологию, как работает, как работает тайная процедура. Изучайте свой организм, для того, чтобы вы смогли даже без этих всех процедур жить здоровой жизнью. Вот как я сейчас. И делать такие удивительные информации, то есть утверждения. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется. И душа от счастья ликует и поет. И душа от счастья ликует и поет. А, чувствуете? Вот до такого дойти крайне непросто. Поэтому еще разок, значит, вы должны и додумываться, и искать информацию, и анализировать. И свои страхи, и риски, и так далее, и проводить процедуру. Никто за вас не сделает. Еще разок хочу сказать. Мы все с вами разные. Все абсолютно разные. И что у одного, знаете, легко и просто прошло, у другого может быть с огромными осложнениями. И наоборот. Так что вы тут не обессудьте. Это говорит о том, что просто человек в этой области, ну, если он, смотрите, журналист по профессии и призванию. Хорошо, я не буду там возражать. По профессии и призванию, там, и видео можете делать, и все там такое. Ну, а в этом деле, оказывается, вот в самом главном, что касается собственного здоровья и работы над собой. Вот тут-то редко кто обладает нужными качествами. Итак, про страх и риск и проводение процедуры я уже сказал. Далее. Для чего снимать подобные видео, если не умеешь подать информацию? Опять-таки, лично для себя я разобрал процедуру печени со всеми ее там механизмами. И не просто вот эту процедуру чистки печени, а с другими компонентами, легким вариантом и прочие-прочие летние там варианты и так далее, и так далее. И все это подробнейшим образом было описано в книге. И вот, вместо того, чтобы я не знаю, где там вы там искали, или человек вообще не хочет, чтобы за него кто-то что-то, это самое, чтобы он что-то сам сделал. Он хочет, чтобы все там, что-то ему там дали. И знаете, вот современный мир вроде бы такой, что я заплатил деньги или там еще что-то, и тебе все дадут. На самом деле, тебя просто-напросто, как только узнаешь, что у тебя есть какая-то там проблема, тебя обязательно, знаете, используют. Используют в своих собственных целях. Могут, будем говорить, и пользу принести не без того, а могут нанести и вред. Я совсем недавно пил кофе в кофе точка, и там разговаривал с одной женщиной Жаной, она уборщица. И вот говорит, я в интернете не сижу, я ничего не знаю, ничего не хочу, вот дайте мне что-то самое простое. Говорит, ну самое простое, это ходьба, чтобы у вас там спина там не болела. Ну, немножко рассказал, что, что и как. И она говорит, у меня муж колясочник. И вот он где-то там был в санатории, и там, естественно, такие же люди, которые там поправляли свое здоровье. И вот, говорит, был среди них один, который вроде бы на коляске ездил, но старался больше как-то ходить там по стеночке или еще что-то, или еще что-то. Вот, вроде хорошее дело, сделали операцию и усадили его на эту коляску, и все, и все. Вы должны как-то понимать вот эти все действительно риски, которые могут быть при той или иной операции. Вот я вообще-то вспоминаю Лужкова. Ну, как так? Какая-то профилактическая операция, сколько там ему было? Лет 85. Какая там на сердце профилактическая там операция или еще в этом возрасте? Там на человека дунешь, и неизвестно, он упадет или выживет. То же самое с Живиновским. Надо же понимать, как это все делает, работает, а не просто так вот делаем, делаем, делаем. Ну, и много-много таких случаев. Поэтому вы не надеетесь на то, что вот вам там сказали, и все так будет. Еще разок, мы все с вами разные. Есть, как бы сказать, одно направление, но все мы по-разному взаимодействуем по жизни, имеем здоровье и прочее, 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 прочее. И поэтому, если мы свою голову не применяем, то ничего толком мы и не получим. Так, подобные вещи снимать, я уже рассказал, информацию подавать, я уже ее подал. Кто лучше меня подал информацию по чистке печени, скажите мне, вот мне интересно, вот скажите. Вообще рассказал там о печени, о чистке печени, тара-та-та-та-та-та-та. Ну, я поинтересуюсь. Как нужно для людей. Очень негативное ощущение, очень негативное ощущение. И просто вместо того, чтобы как-то это все, знаете, сказать, ну, там что-то не понравилось, то-се, вот хотелось бы там, грубо говоря, больше света, больше там еще чего-то, больше еще чего-то, вот такие вот негативные ощущения. И вот это все, от всей души шлевом, свет, любовь, тепло, дорогие друзья, все это перечеркивается. Вот этот человек, вот этой фразой все перечеркнул. Усю перечеркнул. Ну, это один из моментов. Реклама